Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня очень важное видео про витамин D3. Я уже снимал два видео про витамин D3, и в них очень много важной информации, но все же я решил сделать третье, поскольку считаю, что сегодняшняя информация очень важное дополнение. Я приведу вам слова известного кардиохирурга и трансплантолога, и диетолога Стивена Гандри, а именно про дозировки витамина D3, а во второй половине этого видео будут советы, его и мои, по восстановлению нормальной работы кишечной микрофлоры. А еще это дополнение я снял, потому что в прошлом моем видео про томаты я говорил о повреждающих, в том числе кишечник, белках, лектинах. И это как бы продолжение темы. Вообще все мои видео неразрывно связаны друг с другом, поэтому многие люди правильно делают, что конспектируют их, смотрят и не ленятся все мои видео смотреть. И тогда люди начинают понимать все связи логические в нашем организме. Ну а в самом конце видео я скажу вам о том, кто же такой Стивен Гандри, кто просто не знал, ну и чтобы понимать, ну скажем так, значимость его советов, понимая, кто он есть такой. Так вот, сейчас вы услышите очень важные данные о витамине D3 в связи с работой и здоровьем нашего кишечника. Слушайте, я зачитаю отрывок из его книги. Гандри пишет, я говорил и буду говорить, что подавляющее большинство людей страдает сильнейшим дефицитом витамина D. По моему мнению, витамин D это самый важный, недостающий ингредиент, необходимый для восстановления здоровья кишечника и, следовательно, здоровья в целом. Он необходим для стимулирования роста энтероцитных стволовых клеток, которые ремонтируют стенку кишечника каждый день, повреждаемую лектинами. По моему 15-летнему опыту работы в восстановительной медицине, повышение уровня витамина D в крови до 70-100 нанограмм на миллилитр в день необходимо большинству людей, а для этого, возможно, потребуется принимать не менее 40 тысяч МЕ, то есть международных единиц, витамина D3 в день. Я совершенно не боюсь повышать уровень витамина D у своих пациентов выше 100 нанограмм на миллилитр. В конце концов, именно на этой цифре я держу свой уровень. Однако, если вы не сдаёте регулярные анализы на витамин D3, лучше для начала ограничиться 5-10 тысячами МЕ в день. Хочу от себя кое-что добавить. У нас в стране, в России, Минздрав разрешает продавцам витаминов, поставщикам, крупным компаниям, производителям в одну капсулу включать дозировку не более 600 МЕ. А вот чтобы набрать реальную, минимальную норму потребления витамина D3 в день, необходимую 10 тысяч МЕ в сутки, нужно принимать сами посчитайте, сколько капсул. Поэтому не бойтесь, что же делать, коли у нас так. Кстати, многие врачи, тот же доктор Берг и другие, рекомендуют именно 10 тысяч МЕ в сутки потреблять минимум каждому взрослому человеку витамина D3. Но вот видите, доктор Гандри говорит, что даже до 40 тысяч в день можно. Но для этого надо сдать анализы и понимать, нет ли у вас серьёзного дефицита в витамине D3. Кстати, многие кишечные проблемы в полной мере решить нельзя, пока вы не нормализуете количество витамина D3 у вас в организме. Солнца будет недостаточно для получения нормы D3 в день. Многие мои зрители пишут мне из разных уголков мира, включая даже Калифорнию, где солнце круглый год и его интенсивность высока. И даже там у всех тотально, кто проверялся, дефицит витамина D3. Кстати, реальная норма витамина D3 не по нижнюю границу медицинских норм, а по верхнюю надо держать. Учтите и это. Ну а теперь, коли мы заговорили о кишечнике в этой связи, о витамине D3, вот что пишет дальше гандрия, а я кое-что скорректирую на наши реалии и на более эффективные варианты. Так вот, он пишет, что восстановите кишечную микрофлору с помощью таргетированных пробиотиков. Он перечисляет какие. Ну я сразу здесь скажу, самые лучшие пробиотики это бактерии ЭВИТА, это пропионовые симбиотические бактерии, о которых я уже говорил в некоторых своих видео. Например, видео «Синдром дырявого кишечника». Непременно его потом посмотрите. Кстати, как и вот эти другие мои видео о кишечнике, о его проблемах и методах лечения. Вот эти бактерии ЭВИТА. По ссылочке под этим видео вы можете перейти и прочесть подробнее, и приобрести, если будет желание. Действительно, при таких состояниях, как синдром избыточного бактериального роста, синдром дырявого кишечника или перфорированного кишечника, в различных дисбактериозных состояниях необходимо привести кишечную симбиотическую микрофлору в должное состояние. Это не быстрый процесс, но это сделать возможно, благодаря комплексу мер, изменению питания. Необходимо убрать белки лектины из рациона питания, убрать сахара из рациона питания. Посмотрите мое видео «Раздельное питание». Почему нельзя есть сладкое, инсулинорезистентность, почему нельзя есть после 16.00? Учтите эту важную информацию. Далее Гандри пишет. Прогоните непрошенных гостей, восстановив кислотность желудочного сока с помощью бетаина и экстракта семян грейпфрута. Я же рекомендую сделать проще и эффективнее. Нормализовать кислотность желудка, как защитного барьера на пути попадания инфекций в наш организм, и для лучшего переваривания пищи, я советую пить натуральный яблочный уксус по одной чайной ложечке, на одну треть, одну четверть стакана теплой воды прямо перед едой, минут за пять, и вы увидите прекрасные результаты уже через неделю-две. Как правильно это делать? Посмотрите мое видео «Яблочный уксус». Приобрести гостовский натуральный яблочный уксус можно по ссылочке, которую я дам тоже под этим видео. И обязательно пройдите антипаразитарную программу, вот эту, посмотрите мое видео «Гриб-лисичка», и вот это видео, главное мое, по паразитам. Нельзя недооценивать эту проблему, существующую реально. И это одна из главных причин многих проблем в организме, когда врачи даже и вроде бы по анализам более-менее все в порядке, и конкретных диагнозов нет. А вот есть проблема общая вялость, усталость, прочее, прочее. Здесь либо инсулинорезистентность, либо паразиты, либо тотальный дефицит питательных веществ, ну, кстати, возникший на фоне как раз в том числе наличия паразитов, либо еще одна проблема – это накопление в организме тяжелых металлов и радионуклидов. В этом случае, кстати, посмотрите мое видео «Гриб-дождевик». Итак, ссылка на антипаразитарную полную комплексную программу, которая, кстати, и от лямблей в том числе очищает организм, будет под этим видео. Далее Гандри говорит про пользу черных ягод. Например, ежевики. Ну, я добавлю, что в наших реалиях все-таки это голубика и черника, безусловно. Он говорит про антоцианины, про полифенолы, поэтому в этой связи я рекомендую принимать дегидрокварцетин. Посмотрите это мое видео. И полипренолы из хвои, а именно препарат Т8-экстра. Ну, а голубику, ежевику или чернику есть, конечно, желательно. Можно, но только немного, поскольку все-таки сахаров в них тоже много. А сахар нужно, конечно, считать. Далее Гандри пишет, что активируйте и успокойте лейкоциты в стенке кишечника с помощью добавок индол-3-карбинола и дииндолилметана. Или, что, конечно, разумно, проще. Ешьте больше крестоцветных овощей, то есть разные виды капуст. В этой связи я хочу еще раз подчеркнуть о важности брокколи. Посмотрите вот это мое видео брокколи. И о важности, пользе квашеной капусты. Посмотрите вот это мое видео про квашеную капусту. Все ссылки, еще раз говорю, будут в описании под этим видео. Еще один очень важный момент. Я постоянно говорю, если вас интересует какая-то тема, то перед тем, как написать под видео, например, сделайте видео про то, или а как же тогда вот это, проверьте, может, я уже снимал видео на данную тему. Например, пишут мне под моим видео о кофе. А про хлеб, о молоко, о соль. Да вы просто наберите в ютубе вот таким вот образом. Смотрите, как это делается. Например, фролов хлеб, фролов молоко, фролов кофе, фролов гипертония, фролов сахар и так далее. И, как правило, вы всегда найдете тему, которая вас интересует, которую я уже освещал, разбирал ранее. Напишите, пожалуйста, под этим видео, которое вы сейчас смотрите, какие темы вы хотите, чтобы я разобрал, на какие вопросы вы хотите получить ответ. Для меня это будет важно, ну, во-первых, как обратная связь, и, опять-таки, на какие видео тратить время мне, а на какие не стоит. Будьте активнее. От количества писем, комментариев зависят и просмотры видео. А количество просмотров для меня является стимулом, создавать ли те или иные видео, и насколько часто их создавать, и стоит ли тратить мое время больше или меньше, в зависимости от того, насколько вы, то есть мои зрители, активны, и насколько вам не безразличны мои видео. Поэтому пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, пересылайте ссылки на мои видео своим друзьям, знакомым, близким. Пусть как можно больше людей ознакомятся с ними. И все же не забудьте посмотреть два моих видео, кто еще не видел, про витамин D3. Вот эти видео еще раз напоминаю об этом. Еще очень важное дополнение от профессора Гандри. Как я уже говорил ранее, самым большим шоком для меня стало то, что у большинства американцев очень низкий уровень витамин D3. Около 80% калифорнийцев, вот о чем я вам говорил, мне даже с Калифорнией пишут, что даже те, кто под открытым солнцем целый день, как говорится, пребывает на солнце, все равно дефицит. Что происходит, я не знаю, но со всех уголков мира мне об этом сейчас пишут. У всех без исключения дефицит витамина D3. Продолжаю. Посещаем их мою клинику. При первом посещении имели дефицит витамина D, в том числе 100% внимания пациентов с аутоиммунными заболеваниями и непереносимостью лектинов. Что как раз говорит в том числе о том, что дефицит витамина D3 вызывает в том числе, или, скажем, усугубляет, или ускоряет прогрессирование аутоиммунных заболеваний в том числе. А также витамин D3, безусловно, способствует борьбе организма, усилению его защитных барьеров от попадания в кровь и далее во все клетки организма лектинов. Далее. Меня просто шокировало то, какие дозы препарата пришлось принимать моим аутоиммунным пациентам, чтобы повысить уровень витамина D3 в крови до того, который я считаю нормальным. То есть до 105 нанограмм на миллилитр сывороточного 25 гидроксивитамина D. То есть активной формы витамина D3 в вашем организме. Поскольку я измеряю уровень витамина D каждые 3 месяца, я могу использовать агрессивный подход к восстановлению, но если вы только начинаете программу, то, пожалуйста, принимайте не более 5000 МЕ витамина D3 ежедневно. Если у вас аутоиммунные заболевания, начните с 10 000 МЕ. За последние 17 лет я не видел еще ни одного случая отравления витамином D. Хочу добавить то, что на самом деле проводились исследования, когда люди принимали 100 000 МЕ, то есть международных единиц, в сутки. Дорогие друзья, маленькое объявление на несколько секунд. Под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. И проводились исследования, когда люди принимали 100 000 МЕ, то есть международных единиц, в сутки, в течение месяца. И никаких проблем выявлено не было. Так что дозировки 10 000, или как Гандри писал ранее, что иногда в определенных ситуациях, при тех же аутоиммунных заболеваниях, до 40 000 надо поднимать дозировку, ежедневную дозировку витамина D3, чтобы в конечном счете довести ее до нормы. Проблема от потребления высоких доз, казалось бы, высоких витамина D3 не будет никаких. А купить натуральный, не химический, не синтетический, а полученный из лишайника, натуральный органический витамин D3, причем не просто D3, а вместе с витамином К2, напоминаю, который необходим просто жизненно, для того, чтобы кальций из кости не вымывался, доносит кальций в кость D3, а не дает разрушаться кальцию в кости именно витамин К2. Так вот, они там два вместе, плюс омега-3, плюс определенный фермент. Ссылку на это уникальное масло 4 в 1 с витамином D3 я оставлю в описании под этим видео, сможете приобрести. Напоминаю про два моих видео про D3, главных, основных. Посмотрите их непременно тоже. Ну а теперь то, что я обещал вначале. Кто же такой Стивен Гандри? Во-первых, это доктор медицины, который с отличием закончил Ельский университет. Пропустив все то, что будет вам неинтересно, скажу лишь, что он изобрел многие устройства, в частности, для восстановления поврежденных после сердечных приступов клеток. Это самый распространенный в мире прибор, и в частности, прибор для защиты сердца во время операции на открытом сердце. После работы в детском госпитале в Лондоне, в отделении врожденных пороков сердца и двух лет преподавания в медицинской школе Мэрилендского университета, доктор Гандри был приглашен на должность профессора и заведующей кафедры кардио-торакальной хирургии в медицинской школе университета Лома-Линда. Во время работы там Гандри стал первопроходцем в ксенотрансплантации, в исследованиях реакций иммунной системы и белков кровеносной системы одного биологического вида на трансплантацию сердца другого биологического вида. Это очень сложная область медицины, биологии и биохимии. Он был один из первых ученых, исследовавших, одобренный Министерством здравоохранения, имплантант для левого желудочка. Он является изобретателем министернотомии Гандри, названная в его честь. Это метод самой распространенной минимальной инвазивной хирургической операции на оортальном клапане или бокового туннеля Гандри, на живой ткани, которая может восстанавливать части сердца у детей с тяжелыми врожденными деформациями сердца и венозной конюли, самой широко используемой конюли в минимально инвазивных операциях на сердце. Доктор Гандри стал одним из отцов-основателей робохирургии, в частности с применением роботов по коронарному шунтированию и на метральном клапане. Он запатентовал свой собственный способ бесшовного соединения кровеносных сосудов и коронарных шунтов, а также метод восстановления минтрального клапана без швов и аппарата искусственного кровообращения. Не буду перечислять далее другие его достижения. Я полагаю, что вам уже многое понятно. Его советы заслуживают большого внимания, изучения, по крайней мере. А я имею возможность сопоставлять его, открытия, его методы, изобретения, его советы с мнениями и открытиями других ученых. Иногда буду рекомендовать вам определенные нюансы, о которых я уже говорил, но в связи с тем, что есть новые данные, подтверждающие то, что я говорил ранее, я иногда буду приводить вам в пример вот таких вот, скажем, выдающихся ученых, которые, собственно говоря, то же самое, что я уже говорил много лет в своих лекциях. По сути, я вижу лишь подтверждение того, что я говорил. В частности, вот в данном случае, на примере данной темы нынешнего видео. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Понравилось вам мое данное видео? Вы его считаете очень важным и полезным? Напишите под этим видео об этом. Дайте мне свою обратную связь. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.